ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР ХАК СМИАХ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ! Это означает веселых праздников. Сейчас у нас конец осенних праздников. Мы празднуем праздник Кущей, который на иврите называется Суккот. Милая, как ты знаешь, это великий праздник благодарения. Из всех божьих праздников этот больше всех наполнен благодарением. Другие праздники, например, Пасха, связаны с нашим избавлением, с выходом евреев из Египта и приходом в землю обетованную. Но праздник Кущей – это великий праздник благодарения. Он дан иудеям и язычникам. Это великий праздник, который празднуют евреи во все времена и сегодня. Да, мне нравится Суккот, потому что во время него люди выходят на улицу. Это радостное время. Мы благодарим Бога за его обеспечение, которое окружает нас. Многие из нас сидят в зданиях за компьютерами. А в это время мы выходим на улицу, оказываемся в окружении Божьей природы. Мы празднуем красоту и величие Божье. Господь довел нас до этого дня. И Он проведет еще через другие дни. И это время настоящей Божьей радости. Аминь. И снова я говорю «хак, семьях». Давайте перейдем к сегодняшнему выпуску. Шалом Увраха, мира и благословений вам, друзья. Я в восторге от сегодняшнего выпуска о празднике Кущей, который на иврите называется Суккот. Я хочу поприветствовать своих друзей Наэля, Брэндона, Дженнифер и Райана. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома, потому что этот праздник Суккот отмечают именно так. Мы находимся в суке, в палатке. Мы находимся здесь потому, возлюбленная, что она напоминает нам о том, как дети Израиля жили во временных хибарах или убежищах, когда блуждали по пустыне 40 лет, когда вышли из Египта и шли в землю обетованную. Каждый год Тора повелевает нам, детям Израиля, отмечать этот праздник, Суккот, строить эти временные убежища, чтобы напомнить нам о том, что, блуждая в пустыне 40 лет, у нас не было ничего, кроме Хашема, ничего, кроме Бога. И хоть у нас не было ничего, кроме Бога, не было страховок, не было работы, и мы полагались только на Бога в вопросах еды, не забывайте, что 40 лет Бог посылал манну на землю. Она сверхъестественным образом появлялась шесть дней в неделю. Потом Он также послал перепелов. Бог 40 лет обеспечивал Израиль сверхъестественным образом. И независимо от того, еврей вы или язычник, который узнал Бога через Царя Иисуса, значение этого праздника одинаково. Иудеи и язычники едины в Мессии. Я хочу, чтобы вы поняли, что даже если мы потеряли все в этой жизни, пока у нас есть Бог, с нами все будет хорошо, потому что Он обеспечит все наши нужды. Райан, не знаю, думал ли ты об этом, но я помню, как много лет назад праздновал Суккот. Я был на улице, в том же месте, где живу и сейчас. Я построил Суку и сидел в ней. Я переживал невероятный стресс. В то время я думал обо всем, что делал, чтобы все двигалось дальше. И вот я выгорал. Надеюсь, ты помнишь эти времена. У меня было такое чувство, что если я остановлюсь, все развалится. И я сказал себе тогда, «Господи, я должен выбраться из цикла, где мне кажется, что все зависит только лишь от меня. Я должен начать полагаться на тебя. Ты 40 лет заботился об Израиле, когда он был в пустыне. Я должен отдать то время, что несу сегодня сам. Словно все зависит лишь только от меня. И довериться тебе, я могу искренне сказать, что это было время кризиса». По какой-то причине ко мне пришло чувство свободы. «Я просто осознал, что могу отдать бремя Богу, довериться Ему в том, что Он пойдет передо мной». Это действительно изменило все. Что вы думаете об этом? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Возможно, это не связано напрямую с Уккотом. У израильцян не было никого, кроме Бога. Но этого было достаточно. Что вы скажете об этом? Когда я задумываюсь над этим, то понимаю, насколько мы должны быть сфокусированы на наших отношениях с Богом. мы видим, как Израиль полагался на Бога, когда Он был в пустыне. Когда мы идем по этой жизни, Он смотрит на нее, как на нашу пустыню, на наш путь в землю, обетованную. И этот путь зависит полностью от нашего Творца, от Хошема, как ты называешь его. И это помогает мне, когда я задумываюсь над этим. Потому что ведь ничего не меняется. Мы все еще люди, и также нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в нашем Боге. Аминь. Я помню, как проходил трудный период жизни несколько лет подряд. Я думал так. А если я потеряю все, то у меня все равно будет Иисус. И осознание этого дало мне понять, что со мною все будет в порядке. Все будет хорошо. Это откровение освободило меня. Для меня это был период в глубине переживаний праздника кущей. Я понимаю, что у Израиля 40 лет не было ничего, кроме Бога. Посмотрите на это. Для строительства этого шалаша не нужен архитектор. Недалеко от нас строят дом. Мы с Синтией решили прогуляться, чтобы посмотреть на этот дом. Он роскошный. Там есть все современные удобства. У них есть гараж на две машины. Но знаете что? Нам это не нужно. Если бы Бог забрал все это у нас, лишил бы нас всего, мы могли бы даже стать счастливее, чем сейчас. Приятно помнить о том, что Бог может поддержать себя, если ты положишься на него. Да. Хочу дополнить себя, Райан. Мы часто, видимо, слышим истории общин, которые сталкиваются с природными катастрофами. Это может быть ураган или потоп. Люди теряют дома, остаются без электричества. И тогда вся община объединяется, чтобы помочь друг другу. А потом они делятся историями. Это время дружбы и общения. Это чудесное время единения. И ты понимаешь, что они ощущают богатство в том, что объединились, хоть и потеряли многое. Они потеряли дома, но получили что-то другое. Я не хочу отходить от основного библейского текста, но сейчас предлагаю открыть вам книгу Ваикра, книгу Левит. Я буду читать 23 главу, начиная с 40 стиха. Это позволит нам увидеть библейские основания праздника Кущей или Суккота. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога, возлюбленное, пребудет вечно. Вот оно, Слово Божие. Первый день. Возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб, речных и веселитесь. Это ключевое слово, потому что этот праздник связан с весельем. И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. Этот праздник длится семь дней, а в конце его добавляется еще один день. 41 стих нам говорит об этом. И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды вашем. В седьмой месяц празднуйте его. Каждый год в одно время, в седьмой месяц Божьего календаря, в месяц Тишерей мы празднуем Суккот. Интересно, что в этом месяце мы празднуем не только праздник Кущий. Еще до него, в седьмом месяце, мы празднуем Роша Шану и Йом Труа, праздник Труп. С них начинается священный осенний сезон. Праздник Труп, как вы знаете, говорит о пришествии Господа Иисуса про возглашение Царства Божьего. А через десять дней после праздника Труп мы празднуем Йом Кипур, или День Покрытия, День Искупления. Это время, когда Израиль осознает последствия греха и необходимость пролития крови. Сегодня и мы осознаем, что этот день исполнился в пролитии крови Иешуа. А после Йом Кипура идет главный осенний праздник. Это Кущи. И это радостный праздник. Мы прошли через праздник Труп, признали последствия греха. А теперь, пройдя покаяние, искупление, мы начинаем отмечать праздник Кущий. Изначально праздник Кущий праздновался осенью. Это было время последнего осеннего урожая в Израиле. Израильтяне благодарили Бога, Господа Израиля за обеспечение за осенний урожай. Они также ожидали грядущих зимних дождей, чтобы весной снова собрать большой урожай. Это время радости, благодарения, и ожидания будущих благословений на землю. Не зависит от того, евреев или язычник, который узнал Бога через нашего царя Иешуа Хамашиаха. Значение этого праздника одинаково для всех. Иудеи и язычники едины в Мессии. У нас есть Бог, и с нами все будет хорошо. Я хочу, чтобы вы знали, что я от всего сердца люблю вас. Я люблю вас. Я действительно ощущаю Божью любовь к Его народу здесь. Я здесь лишь ради одного. Я хочу быть источником любви и благословений, быть каналом Божьей любви. Я ощущаю, что Бог использует меня, делая сосудом Его любви для жителей Гулу. Здесь есть люди из всех слоев населения. Люди приходили из соседних и далеких деревень. Собрание было просто невероятным. И это само по себе сильно повлияло на тело Христова. Он помазанник. Еврей приехал к нам и начал проповедовать жителям Гулу. Я понимаю в сердце, что Иисус должен вернуться скоро. Большинство евреев не верят в Иисуса Христа, как в Сына Божьего. Они ждут другого Иисуса. А этот еврей открыто проповедует Христа. Он верит в силу верующих, последователей Господа Иисуса Христа. Равин настоящий слуга Божий. Я верю, что Бог будет использовать его не только для Гулу и Африки, но и во всем мире, Отче. Сойди на нас в силе, которая воскресила Иисуса из мертвых. Давайте продолжим. 42 стих. Господь говорит, «В кущах живите». Это куща или сука, в которой мы находимся сейчас. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израилетянин, должен жить в кущах. Сегодня по всему Израилю, на праздник кущей, люди живут в таких вот шалашах. Чтобы знали, роды ваши, вот причина, почему Бог повелевает нам жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Яхве, Господь, Бог ваш. Это время воспоминаний. Бог говорит, три с половиной тысячи лет назад вы, мой народ, жили в этих временных жилищах в пустыне, когда я вел вас в землю обетованную. Я не хочу, чтобы вы забывали об этом. Я не хочу, чтобы вы забывали, кто вы и что я, ваш Бог. Я хочу, чтобы вы помнили, что такое страдать, быть голодным, сталкиваться с дискриминацией, как это было с вами в Египте. Я хочу, чтобы вы не забывали об этом, потому что я хочу, чтобы вы относились к другим так же, как вы хотели, чтобы к вам относились. Это встроено в еврейскую этику, еврейское общество в Израиль. Мы видим великий дух демократии, который заботится об обездоленном. Все потому, что Израиль сам знает, каково это, быть в числе обездоленных, пострадавших. Господь продолжает и говорит в 44 стихе «И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних, Яхве». А теперь я бы хотел поговорить о применении, о современных принципах, которые мы можем применять сегодня в своей жизни в контексте праздника Кущи. Вы смотрите сегодня нашу передачу. Некоторые из вас строят суку у себя на территории. Баруха Шем, слава Богу, это чудесно. Вы видите, что наша крыша не закрывает нас полностью. Мы делаем крышу такой, для того, чтобы ночью смотреть через нее на звезды. А когда мы смотрим на небо, то оно напоминает нам о Боге. Мы находимся под властью Творца. И мы начинаем благодарить Его за то, что живем на земле, и что Бог с нами. Он заботится о Своем народе. Одни из вас строят суку, а другие нет, но вы можете применять принципы этого праздника в своей жизни. Я хочу обратиться к своим возлюбленным, братьям и сестрам в Господе. Особенно к тем, кто из язычников, и кто не собирается строить суку. Я хочу сказать, что вы можете получить благословение, поняв этот праздник. Ведь когда Господь дал этот день, то не сказал, что это еврейский праздник. Господь сказал, это мой праздник. Яхве сказал, это мой праздник. И поскольку это праздник Бога Отца, а вы привиты к Нему, оказались в завете с Ним через Мессию и Иисуса, то вы, будучи когда-то далекими, приблизились через кровь Иисуса Христа. Стена разделения, которая когда-то отделяла Господа от язычников, была разрушена. Еврей и язычник теперь едины в Мессии. И теперь, объединившись с Богом через Иисуса, Его праздники стали важны и в вашей жизни. В них есть принципы, которые мы можем применять в нашей жизни для духовных благословений. Мы не под законом. Но давайте не сливать ребенка вместе с водой, потому что в законе есть откровение и возможность для благословений. Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 13 главе, «Всякий книжник, книжник» — это еврейский учитель, который знал Тору. Он сказал, «Всякий книжник, ставший моим учеником, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Иными словами, для нас, верующих Нового Завета, есть сокровище как в Новом Завете, так и в Древних Писаниях в Торе. И вот почему Иисус говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Я знаю, Дженнифер, что ты, будучи язычницей, приняла эту еврейскую концепцию в свою жизнь, не как последователь закона, а как человек, который любит Бога. Ты любишь Его, как Бога евреев. И то откровение, что Он дал нам в еврейской Библии, это близко твоему сердцу. Я знаю, что ты уже праздновала кущи в своем собрании. Когда ты думаешь о празднике кущей, то как он касается твоего сердца? Поделись, пожалуйста, своим откровением. Я считаю, что для меня особо важно то, что Бог живет с нами, несмотря на наш грех. Ты уже говорил о Йом-Кипур и о том, что многие сожалеют о своих грехах в это время. Они не верят, что Бог их любит. Они думают, что Бог оставил их. Но я знаю, что Христос умер за нас. Я знаю, что это не условная вещь. Ты согрешил раз, и еще 400 раз, и я оставляю тебя. Он умер и заплатил цену за наши грехи. Бог живет с нами, значит, Он не оставит нас. Да, знаешь, это очень интересно, Дженнифер. Брэндон, сколько лет Израиль был в пустыне? 40 лет. И 40 лет каждый день. Явно, Дух Божий являлся в виде божественного огня ночью. Он стоял над большим мешканом, большой скинией, где был Ковчег Завета. А когда наступал день, огонь превращался в облако славы. 40 лет Израиль буквально видел присутствие Хошема среди них. И пока облако славы было над мешканом, главный скиний, в которой был Ковчег Завета, 10 заповедей, пока огонь был над ней, они стояли на этом месте. Это могло длиться 2 дня, могло длиться 2 месяца или даже 2 года. Но в итоге огонь или облако поднимались и шли. А когда огонь или облако поднимались и начинали двигаться, дети Израиля собирали лагерь и следовали за огнем и облаком, куда бы они ни пошли. Но они не знали, когда оно двинется и куда оно двинется. Вопрос не только в том, что Бог живет с нами, а и в том, что мы живем с Ним. Ведь если бы они не начинали идти, когда огонь или облако сдвигались с места, то знаете, что случилось бы? Они бы умерли в том месте. Обеспечение было лишь тогда, когда они следовали за проявлением Божьего присутствия. Это говорит нам о том, как важно быть гибкими в жизни, чтобы Бог обитал с нами. Мы не можем выставлять Богу свои условия. Боже, я пойду с тобой на следующей неделе, когда настроение будет получше. Господи, я не готов повиноваться вот в этом вопросе. Верь в меня, Боже. Веришь, Ди? Я скажу, когда буду готов снова говорить об этом. Мы должны двигаться, когда Он движется. А если мы не будем следовать, то погибнем, умрем, засохнем в своей духовной жизни и, возможно, будем отделены от Бога. Праздник Кущий дает нам множество уроков. У меня есть 10 пунктов, но я даже не начал рассказывать о них. Сегодня мы лишь разогрелись. На следующей неделе, если на то будет воля Божия, я буду говорить о 10 конкретных вещах на праздники Кущий, которые вы можете применить в своей жизни. Независимо от того, евреевы или язычник, эти вещи будут актуальны для вас. Когда я сам начал принимать откровения этого праздника и применять в своей жизни, то ко мне пришла свобода. Это было нечто новое. Возлюбленные, в это особое время я хочу сказать вам «Хак Самиах!» веселых праздников! Это радостное время года. Это время, чтобы благодарить Господа за все, что Он сделал для нас. Это время, чтобы поблагодарить Его за то, что Он привел нас к этому моменту. И это также время для того, чтобы поблагодарить Его за то, что вскоре мы с вами отправимся на небо, если будем фокусироваться на Иисусе. Иисус сказал «Радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни Агонца. Отче, мы хотим поблагодарить тебя сегодня за то, кем ты являешься, а также за будущее и судьбу в тебе». В книге «Чисел» Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисайя ве пенавей леха ве асем леха шалом Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповедь Иравина. Если вы получаете благословение через проповедь Иравина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Когда я только принял спасение в 78 году, я знал, что Бог суверенный, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.